здравствуйте дорогие друзья зачитаю еще одно уникальнейшее видение которое случилось у одного из православных христиан именно 1892 году я буду зачитывать всю историю и немножко буду давать комментарии но так чтобы не искажать события и немножко привносить объяснение с позиции работы астрального тела события видения данной девочки она очень интересная данного ребенка и так сама история в июне 1982 года я приехал из города баку в тифлис своей замужней дочери вскоре по приезде она между прочим сказала мне что проживающая неподалеку от них 13-летняя дочь вдовы мещанки е.б. она имела видение во время болезни видела своего умершего отца братьев и сестер я сначала на этот рассказ не обратил внимание но когда услыхал о том же от родственников от раковицы анны с которыми я был знаком то попросил их пригласить анну в свой дом там она лично рассказала мне присутствие родных свое видение тогда же с ее слов мною записанное ну и теперь начинается описание дословное описание того видение которое пережила 13-летняя дочь одной из вдов проживавший в городе тифлис 1892 году на третий день святой пасхи я заболела дифтеритом и было отправлено городскую больницу на другой день когда я тяжело больная лежала в постели стала забываться как бы засыпая вдруг в это время увидела свою отца который умер более шести месяцев назад на самом деле здесь немножко не объясняется данная девочка находясь в очень тяжелом физическом состоянии она приближалась к порогу смерти то есть у нее бы была возможность умереть и в этом предсмертном состоянии она встретилась со своим покойным отцом и далее обратите внимание что происходит далее он подошел ко мне взял за руку велел встать и повел меня очень скоро очутились мы на кладбище отец повел меня к своей могиле где он был похоронен вот это твоя могила сказал мне отец указывая место около своей могилы то есть отец умерший отец он показал место и показал могилу которая ей предстояло быть похороненной на что дочь отвечала я не хочу папа умирать сказала я почему спросил отец я еще молодая хочу жить отец ответил ну хорошо живи я возьму дедушку твоего если на то будет воля господня скоро ты дедушку возьмешь спросила дочь доченька я тогда тебе сообщу ответил отец а скоро ли ты мне ответишь опять вопросила дочь нет доченька не скоро далее между ними происходит также диалог как же папа ты теперь со мной говоришь спросила я ведь ты давно умер доченька умерла мое тело она спит а душа-то живая у всех ли так бывает спросила дочь у всех хорошо ты делаешь анюта что помнишь и исполняешь мое приказание и зажигаешь лампаду друзья обратите внимание здесь особенно отец покойный отец благодарит свою дочь за то что она исполняет его предсмертный наказ по всей видимости то есть отец при жизни давал наставление своей дочери и наставлял ее обязательно обязательно выжигать лампадки перед иконами и таким образом подобное выжигание подобное прославление господа подобный акт служения он благотворно сказывался и на судьбе даже покойного отца на его загробной судьбе немножко вернемся чтобы вы прочувствовали весь нектар этой фразы отец отвечает у всех хорошо ты делаешь анюта что помнишь и исполняешь мое приказание и зажигаешь лампаду перед святыми иконами а вот о могиле моей никто из вас не позаботился хотя бы ячменю на ней посеяли еще очень важный элемент наши усопшие я всегда как бы говорил что не нужно конечно сделать из этого культ но по всей видимости друзья нужно особое внимание уделять именно сохранности и уходу за могилами наших родственников то есть не обязательно ставить туда супер дорогие памятники не обязательно украшать какими-то там высокими заборами могилки но могилки должны быть чистыми и ухоженными не должно быть там заросли не должно быть палок которые падают часто с деревьев нужно ухаживать за могилами наших родственников они должны быть в чистоте для этого традиции православной церкви выделены особые дни во время которых полезно посещать кладбище ухаживать за могилами наших родственников близких друзей таким образом отдавая дань уважения нашим усопшим предкам близким друзьям и так далее душа видите обращаясь к своей дочери даже ставит в упрек поведение и супруги своей и дочери она говорит вы бы хотя бы на моей могилке то хотя бы ячменю посеяли но чтобы порядок какой-то был чтобы какая-то чистота была далее дочь отвечает я скажу маме и мы посеем то есть она пообещала отцу все-таки начать ухаживать за могилой своего отца покойного отца после сего отец взял меня за руку и мы с ним пошли дорога была каменистая потом вскоре началась тропинка покрытая красным блестящим песком мы пошли по этой тропинке она привела нас большим высоким воротам на них было много икон а по сторонам ворот стояли два монаха держали в руках иконы я вошла вместе с отцом в отворенные ворота тут при входе встретили нас очень много детей в том числе я увидела знакомых и своих братьев и сестер умерших в разное время алексея 6 лет евгению 7 лет феодосию 5 лет марию четырех лет петра трех лет годовалую антонину и лидию 6 месяцев все они со мной поцеловались одеты они были не одинаково а так кого в чем похоронили но на всех были крестики снаружи на головах венчики какие на умерших надевают в церквах за поисками всех были платочки с изображением ангельских ликов и с надписями но что написано я не знаю и не читала дети хотели было вести меня но папа взял меня за руку и сам повел мы пришли к церкви очень большой белой сияющим куполом в притворе было много икон с правой стороны стоял монах в облачении и читал там же на столе были крест святая вода свечи с изображением спасителя и божией матери и венчики я спросила для чего же здесь венчики лежат они даются тем кого похоронят без венчиков то есть но это скорее всего здесь упоминается что возможно существуют бедные семьи в которых люди не могут даже купить самого элементарного для покойных либо здесь речь идет о тех душах тела которых были похоронены без должных обрядов то есть вполне возможно люди которые погибли на войне да их тела невозможно было найти либо погибшие в океане утонувшего время кораблекрушения либо боевых действий и так далее среди церкви стоял монах и читал но я не помню что я рассматривала церковь и иконостас весь блестел и в нем было много икон царские ворота были растворены над ними белый голубь парил то есть белый голубь я думаю мы все понимаем что символ святого духа с правой стороны была икона спасителя а с левой божией матери обе иконы большие белых блестящих ризах усеянных золотыми крестиками и звездочками на обеих клиросах они пели христос воскресе я узнала ангелов потому что они были с крыльями как изображаются на иконах кроме ангелов и монахов никого в церкви не было отец выпустил мою руку которую все время держал своей руке и я стала молиться перед иконой божией матери помолившись я хотела подойти поцеловать икону но кто-то невидимо удержал меня и я не смогла подойти к иконе после сего отец сел меня за руку и мы вышли из церкви на самом деле здесь как бы мы должны понимать что для данной души перемещаться в этот мир еще было преждевременно именно поэтому возникла с особая невидимая сила которая не позволила ей приблизиться и поцеловать икону то есть для нее было еще не время совершать какие-то деяния в этом мире невзирая на то что она хотела поцеловать икону богородицы после всего отец взял меня за руку и мы вышли из церкви тут я видел очень сильный свет не похоже на солнечный в это время отец велел мне поклониться я поклонилась потом велел встать и я встала и спросила что такое было что мне велели поклониться тебя господь благословил обратите внимание также очень интересный элемент здесь дается понимание как бы отец отвечает дочери говорит что тебя господь благословил но по факту ребенок не описывает видение господа но она видит огромнейшее сияние огромный свет который явился именно в то время когда они вышли из церкви то есть как бы явление бога виде света далее читаем тут нас опять встретили дети и мы все пошли далее деревьев было много как будто бы лес шли мы по широкой тропинке покрытой зеленью как ковром и еще чем-то блестящим вскоре мы пришли к тому месту где дети постоянно находятся тут на большом столе я опять увидела свечи с бантами из лент и изображениями святых дети срывались деревья много разных плодов и давали мне но я отказывалась не брала они были как будто недовольны моим отказом и клали плоды в корзинке я стала спрашивать детей что вы здесь делаете дети отвечали мы богу молимся в церковь ходим поем и звоним на колокольне за кого вы молитесь спросила я за тех кто за нас молится чем вы здесь питаетесь молитвами когда нас поминают обратите внимание мало где об этом говорится мало где это все упоминается но на самом деле если мы воздаем дань уважения своим усопшим предкам если мы молимся о ее душах то и они на том свете за нас обязательно молятся обратите внимание еще раз прочитаю эту фразу данная девочка она спрашивает у своих сверстников детей которые ранее ушли в мир иной она спрашивает их за кого вы молитесь и детки которые находятся в раю они отвечают за тех кто за нас молится чем вы здесь питаетесь далее идет диалог молитвами когда нас поминают какими молитвами какие бывают на проскомидии а когда вас не поминают тогда чем питаетесь когда ты придешь к нам тогда все узнаешь ответили дети но видимо есть знания которые не должны до нас доходить как бы должны быть все-таки тайны какие-то да то есть не все позволено раскрывать в нашем материальном мире тут все дети стали просить меня чтобы я осталась у них ты будешь нячить своих маленьких сестер но я не желала оставаться отец сказал мне пойдем я стала прощаться с детьми брала их за руки и они меня целовали когда мы пошли я стала расспрашивать папу спите ли вы здесь на что нам сон отвечал он спит наше тело а душа не спит разве на честь здесь не бывает спросила дочь у нас как теперь светло так и всегда свет незаходимый а холод бывает спросила дочь здесь нет ни холода ни жары это также элемент или признак того что высших духовных сферах отсутствуют такие проявления как элементы элементы материального мира такие как огонь вода земля к примеру да то есть там в духовных мирах отсутствуют такие проявления как холод такие как страдания как жара засуха какое-то обезвоживание тела и на самом деле питаются подобные существа именно или души находящиеся в этом состоянии именно духовной тонкой энергии которая проявляется посредством молитвы либо во время каких-то жертвований которые мы совершаем во время паломничества подавая милостыню бедным подавая милостыню в церкви и так далее именно эту тонкую энергию получают духи которые находятся в духовных мирах я стала смотреть вверх думала увидеть небо облака но ничего не видела кроме сильного света и больших деревьев стоящих вокруг и поднимавшихся на значительную высоту а сверху видела летающих ангелов трубивших в трубы отсюда пошли мы дальше вижу беседки сплетенные из растений в них были монахи и священники далее за беседками под деревьями сидел кто-то в кресле с короной на голове я спросила папу кто это сидит он ответил государь имени государя я не знаю и не спрашивала только вдали видела еще много таких же но государь по всей видимости государь правитель того государства в котором жил данный ребенок правитель или же царь того времени будь то россия или же грузия пошли еще дальше вышли на тропинку где не было ни лесу ни земли и дорога была не такая хорошая как прежде чем дальше шли свет постепенно все уменьшался мы подошли к каким-то подвалом кругом было сыро холодно и смрад тут я видела много людей некоторые из них сидели за какими-то перегородками и все плакали но это за какими-то перегородками здесь речь идет скорее всего о каких-то на половину тюремных мирах то есть это друзья мои мы все понимаем это адские миры миры полные страданий здесь описывается что все те люди которые там находились они плакали у многих женщин склонивших головы вся одежда была мокрая от слез я узнал о некоторых знакомых и свою крестную мать умершую два года тому назад она сидела и увидав меня бросилась было ко мне но кто-то невидимо удержал ее и не допустил ко мне она опять села и заплакала я спросила о чем вы плачете о том чтобы мне никто не молится обратите внимание как сильно страдают души о которых не молятся в храмах которых не поминают на службах в храмах в церквях не поминают в домашних наших молитвах то есть духи которые ушли в мир иной в не совсем чистом состоянии кроме нас живых потомков им помочь уже никто не в состоянии если мы их не поминаем они все находятся именно в таком печальном состоянии далее данный ребенок она спрашивает хорошо ли вам здесь этот вопрос обращается еще раз крестной матери данной девочки нет отвечала она я хотела еще ее спросить но папа повел меня дальше шли мы как будто под гору все вниз свету там почти не было народа было очень много одни сидели другие стояли вдруг я увидала впереди огонь выходивший откуда-то снизу и сильно испугалась отец сказал мне ничего не бойся я спросила его что это за люди грешники ответил он обратите внимание огонь который исходил снизу это огонь который является символом адских миров я опять стала смотреть ту сторону где был огонь и увидала что-то похожее на бревна на них висели цепи а людей не видно было только одни головы слышны были крики стоны оханье но видите ли были видны только лишь одни головы соответственно большая часть тела находилась в состоянии страданий была опаляема огнем ну и так далее поэтому ну как бы ребенок маленький и не стали все показывать чтобы не травмировать отсюда мы пошли назад подошли к воротам около которых стояла какое-то большое чудовище похожее на корову она сильно зарычала я испугалась и вдруг очнулась лежала я в постели около меня никого не было вот это вот существо которое находилось в нижнем миру скорее всего один из демонов который похож на корову то есть она описывает его как чудовище но по форме вполне возможно она была там как стояла на четырех ногах с большим туловищем я испугалась и вдруг очнулась лежала я в постели около меня никого не было далее интересный момент который здесь также описывается по словам родственников от раковицы анны с в и еп рассказ этот в первый раз услышанный ими от своей племянницы произвел на всех потрясающее впечатление да и сама анна под свежим влиянием своего видения было в сильном волнении и со слезами передавала свой рассказ действительности которого никто не сомневался по следующему обстоятельству когда от раковица она находилась в больнице умерли две двоюродные ее сестры евгения и мария заболевшие тоже дифтеритом и находящиеся в доме своих родителей о смерти их они не говорили и она о том не могла узнать ни от кого другого кроме посещавших ее родных между тем в рассказе своем она упоминает о евгении марии находившихся в числе встретивших ее детей и кроме того она подробно описала в чем они были одеты при погребении то есть когда она видела их загробном мире что всемогущий бог скрывает от мудрых и разумных мира сего то открывает младенцем и чистым сердцем приведенный рассказ как и множество подобных ему лишь утверждает в непреложности божественного откровения о действительном бытии загробной жизни в учении святой церкви о необходимости и силе ее молитв за умерших в чем к сожалению сомневаются и даже вовсе отрицают многие из современных лже мудрецов зараженных духом неверия к этим людям вполне можно применить слова праведного авраама сказанные им евангельскому богачу аще кто из мертвых воскреснет они не имут веры до новых встреч друзья